Вот так выглядит наш ящерик после сытной трапезы и когда время спать. Обычно капские вороны активные, по крайней мере мой, примерно с 9-10 утра, когда достаточно светло, и примерно до 5 вечера. Особенно если покормили. Вот он тут шевелится. Слышу, что его снимают. Заглянем к нему. Разбудили. Да, это узкое помещение, ему в самый раз. Также использую вот эту коряшку в виде домика. Он сюда часто протягивает голову или хвост, когда ему становится тесновато. Вон он наш маленький мальчик. Точнее уже, не маленький, а большой мальчик. Сытый, довольный и готовый спать. Недоверчиво смотрящий. Ну, а пожалуй, я поделюсь с вами планами на следующий год. Как раз прошел год с тех пор, как я снимаю его, более или менее активно. Видео выкладываю с февраля месяца. То есть, уже 11 месяцев канал активно развивается. И наш капский ворончик прошел долгий путь. От совсем маленького, крошечного до достаточно крупного размером с кошку. Ящера, хищника, красавца и просто замечательного домашнего животного. Собственно, поскольку террариума уже мал, я заказал себе террариум побольше. Он как раз не так давно прибыл. Мне его сделали родные. Вот он террариум. Крупный. Очень интересный. На нем уже полно всяких прибамбасов, которые я использую в повседневной жизни нашего ворончика. В целом, террариум гораздо крупнее, нежели у предыдущего места. Ему будет там очень комфортно. Осталось только полностью доделать все необходимое. То есть, пройти туда свет, положить коврики. И в обязательном порядке, поскольку это деревянный террариум, его необходимо покрасить. Красить мы его будем акриловой краской, эмалью, так называемой водостойкой. Как мне порекомендовали, чтобы в конце концов, он не начал гнить местами и не превратился через год-другой в натуральную кашу. Или рассадник каких-нибудь клещей, бактерий. Как раз займусь этим на днях, в праздничные дни. И надеюсь, через недельку-другую его новый дом будет для него полностью готов. И мы переселим стена в большой и просторный террариум. Что только для этого не потребовалось купить. На одни только термоковрики, различные светильники и подвесные патроны с лампочками. Было потрачено более 30 тысяч. Это оказалось достаточно много. Но примерно настолько я и рассчитывал. В конце концов, его старый террариум мы поместим наверх. И в перспективе поселим там молодую самку. Да, это следующий пункт в моем разведении. И я хочу все-таки добиться от нашего чешуйчатого мальчика самого настоящего потомства. Для этого буду покупать маленькую самку капского варана. Чтобы она выросла в определенных температурных и атмосферных условиях квартиры. И рядом по соседству с большим, крупным, матерым варанчиком. Вот он сытый, довольный. Конечно, все равно следует быть осторожными с пальцами. Но, по крайней мере, он не очень предосположен сейчас схватать их. Он больше предосположен к покою и любопытству. Что это там говорят про него? А может, не про него, а может, еще что-нибудь сделают. Может, дадут ему кого-нибудь скушать. Как я говорил чуть ранее, надеюсь добиться от него потомства. Надеюсь, со временем он будет также жить с подвзрослевшей самкой. А маленьких варанчиков тогда уже переселим в этот террариум. А может, прикуплю еще один террариум. В любом случае, на год вперед у меня есть масса дел. Для того, чтобы дать нашему природному жителю выполнить свой естественный жизненный долг. Не только кушать, расти, но еще и размножаться, давать потовство новому молодому поколению капских варанов. Ну, а там как выйдет, конечно, я не собираюсь пока. Даже в планах нету как-то продавать малышей. Но посмотрим, сколько их будет. Скажем, пятерых я, может быть, ищу осилию. А вот больше вряд ли. Может быть, раздам и буду популяризировать разведение капских варанов. Как и многие террариумисты. Заодно и посмотрим, как наш варанчик будет вести себя с лягушками, которые у меня сейчас находятся в зимней спячке. А возможно, попытаюсь поймать и что-нибудь еще. Например, ужа или прыгающих прытких ящериц, коренных жителей наших широт. В принципе, больше я ничего не собираюсь разводить. Поэтому сумбурное получается видео. Но я не пишу сценарий для спонтанных съемок. Чем, в принципе, стоит заняться. К сожалению, единственный минус в том, что съемки варанов всегда должны вестись натурно. Его не подготовить и не заставить следовать сценарию. Поэтому хорошие экшн-камеры. Конечно, я не собираюсь такую приобретать. Но всегда лучшие съемки происходят спонтанно. Ну что ж, со всем своим зрителям, подписчикам канала и всем друзьям, знакомым и родным. Мы со стеном передаем привет. Желаем всего лучшего в новом 2021 году. Будем надеяться, что моровое поветрие, которое застало нас в нем, отступит от наших дверей, от сердиоцит легких. И что, в конце концов, все служится гораздо удачнее, как и для заводчиков, так и для наших домашних питомцев. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. И Стэн также прощается с вами. Пока я буду отдыхать с родителями, он будет тихо, спокойно спать в своем террариуме, греясь и переваривая сытный ужин. Вот такое сумбурное, но, тем не менее, поздравляю. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Счастливых праздников всем. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok